В современных сериалах про жизнь в СССР нередко показывают, как парень с девушкой по будничному забежали в ЗАГС, расписались, получили справку, а с утра, как ни в чем не бывало, отправились на работу. В этом сериалы не сильно грешат против истины. Долгое время в Советском Союзе их свадьбы не делали культа. Советская власть озаботилась вопросами семьи и брака с первых месяцев своего существования. 18 декабря 1917 года вышел декрет о гражданском браке, о детях и о введении книг, актов состояния. Согласно этому документу устанавливалась единая форма брака для всех граждан России. Вне зависимости от вероисповедания, для того, чтобы считаться мужем и женой, было достаточно просто зарегистрироваться в государственных органах власти. Не возбранялось дополнительно венчаться в церкви, но обряд не имел никакого официального статуса. Вступить в брак стало очень просто. Брачный возраст был определен в 16 лет для девушек и в 18 лет для молодых людей. Единственными причинами, по которым не допускалось заключение брака, были наличие у кого-либо из супругов душевного заболевания, нахождение будущих супругов в близкой степени родства и наличие нерасторгнутого брака. После принятия декрета, законорожденные и незаконорожденные дети стали равны в своих правах. Демократизировали и разводы. Декрет о расторжении брака был принят 19 декабря 1917 года. Согласно ему, разводами стало заведовать не церковь, как ранее, а местные суды. Так называемые красные свадьбы. Уже мало напоминали дореволюционные торжества. У молодых зачастую попросту не было денег, чтобы устроить даже самый скромный банкет. Поэтому они нередко просто расписывались в ЗАГСе и начинали жить вместе. А потом уже собирали близких и друзей на каких-либо советских праздник. Отношение к браку изменилось в связи с ростом благосостояния советских людей после войны. Эти изменения наметились еще в 50-х годах. Когда невесты все чаще начали снова надевать белые платья, а после регистрации молодые отправлялись на пышные застулья. Начали меняться и ЗАГСы. В 1959 году в Ленинграде по предложению комсомольцев производственного объединения Светлана и при поддержке обкома партии был создан первый в стране дворец бракосочетания. В следующем году в Москве в ДК Горбунова была проведена массовая выездная регистрация браков. Одновременно сочетались 80 пар. А еще в 1960 году в Москве открылся дворец бракосочетания номер один. Единственное место, где регистрировали браки с иностранцами. Легитимную основу изменения придало законодательство. 18 февраля 1964 года вышло постановление Совета Министров под интересным названием «Внедрение в быт советских людей новых гражданских обрядов». Это постановление придало самому брачному ритуалу новые грани. Теперь для заключения брака требовалось присутствие свидетелей с обеих сторон. И молодоженам предоставлялись возможность справить свадьбу. Отныне для них создавались специальные салоны для новобрачных и официально полагалось 2-3 дня отгулов на работе. Но словно бы для того, чтобы повысить ответственность брачующихся, теперь их расписывали не в день обращения в ЗАГС, а только через месяц. Новые гражданские обряды потребовали от людей денег и немалых. Но не экономить на свадьбе очень быстро вошло в моду. Для жениха считалось святым делом купить кольца и костюм, а для невесты – обзавестись свадебным нарядом. Поскольку в стране царил дефицит, молодоженам при подаче заявления выдавали талончики на приобретение свадебных костюмов и обуви, а также колец в салонах для новобрачных. Требовались только деньги. В 1960-е годы у невест самым модным считалось платье из плотной ткани под названием «Космос», плотной, негибкой, похожей на вафлю. Но никаких вольностей в виде декольте, шлейфов и оголенных плеч не допускалось. Непосредственно в день свадьбы молодые встречались в ЗАГСе. Ритуал с выкупом невесты возник позже. Сначала выслушивали пафосную речь о важности семьи как ячейки общества для строителей коммунизма. Потом обменивались кольцами, расписывались книги регистрации и официально становились мужем и женой. Традиция с поездками по городу возникла довольно давно. Престижно было прокатить молодых на Волге или Чайке. Машины украшались лентами, кольцами и куклами. В обязательную программу входило патриотическое посещение могил неизвестного солдата с вечным огнем. Ну а потом начиналось главное празднование – застолье. На нем в придумывании ритуалов изощрялись друзья и родственники. Например, было принято ставить перед молодыми каравай, а за подарками гостям вручать шишки – печенье, сладкие булочки, которые закусывали вместе с караваем. Если свадьба справлялась дома, молодых старались сажать на фоне ковра, как символа будущего достатка. Недаром говорили – не побывать, а погулять на свадьбе. Родители молодых влезали в долги, но выворачивались наизнанку, добывая правдами и неправдами дефицитные и деликатесные продукты. В результате столы ломились от изобилия еды и алкоголя. В результате свадьба действительно напоминала пир и на весь мир. Для нее снимали кафе или столовую, и гостей туда набивалось под завязку, порой по несколько сотен человек. За устроенный для них праздник гости не скупились на подарки. Особенно популярностью свадьбы пользовались у молодежи. Для нее это был своеобразный клуб знакомств. Многие впоследствии сами женились, познакомившись на счете свадьбы. Обычно советская свадьба пела и плясала два дня. Второй день начинался с дружной опохмелки после первого, но сил, чтобы пить и веселиться два дня подряд у народа хватало. С повышением благосостояния советских людей начало происходить их расслоение. Появились элитные свадьбы, отличающиеся особенным размахом и амбициозностью. Родители щеголели перед гостями, приглашая знаменитостей. В качестве свадебных генералов, удивляя присутствующих шиком, кортежем из иномарок и живой музыкой. Простым смертным на подобные мероприятия путь был практически заказан. А потому рождались слухи. Самым известным из них стал слух о свадьбе, которую якобы устроил в 1974 году руководитель Ленинградского обкома Григорий Романов. Для своей дочери Натальи. На следующий день радиостанции «Свобода» и «Голос Америки» поведали, что свадьбу дочери Романова отмечали в Таврическом дворце. А гости на ней расколотили царский сервиз, специально взятый из запасников Эрмитажа. Информацию о сервизе позже неоднократно опровергалась, но легенда о романовской свадьбе гуляет и поныне. Антиподом элитных был скромный комсомольский свадьб. Часто они справлялись где-нибудь в общаге, без родителей и родственников. Во времена Горбачевского сухого закона безалкогольные комсомольские свадьбы ставились в пример. В селах свадьбы играли осенью после сбора урожая. И основательно готовились к ним, запасаясь мясом, разносолами и самогонкой. В день бракосочетания на улице ставили в ряд столы, и на свадьбу приходили все жители села. Обычно им даже не требовалось специального приглашения. Все кругом были друзья и родня. В деревенских свадьбах было больше ритуальности, имеющей древние корни. Например, обвязывание жениха и невесты вышитым полотенцем, поливание воды перед молодоженами, посыпание их крупой и еще много чего. Но главной их особенностью были гармонь и море самогонки. От этого и возникли поговорки. Какая свадьба без баяна и какая свадьба без драки. Как тут не вспомнить строки Владимира Высоцкого. Потом у них была уха и заливные потроха. Потом поймали жениха и долго били. Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе и все хорошее в себе доистребили. Самым известным браком по расчету советской эпохи стала женитьба 34-летнего подполковника МВД СССР Юрия Чурбанова на дочери генсека ЦК КПСС 41-летней Галины Брежневой. Появилась даже поговорка. Не имея 100 баранов, а женись как Чурбанов. Благодаря этой свадьбе Чурбанов стал генералом и заместителем министра внутренних дел. Но счастья это ему не принесло. А самой загадочной свадьбой стало бракосочетание первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой и ее коллеги Андрияна Николаева, который пробыл в космосе больше всех. Их брак окутан тайной и поныне. По легенде их поженили против воли по личному указанию главы государства Нехиты Хрущевой. Статья подготовлена Олегом Логиновым в журнале «Загадки. История» в 2014 году. Не забудьте подписаться в правом верхнем углу на канал и оставить ваши комментарии. До встречи!